В данный момент протягиваем связь из одного пункта связи в другой, но столкнулись с небольшой технической неполадкой. Сейчас пытаемся исправить. Попал в механизм катушки и застрял. Поэтому наша армия рискует остаться без связи. Дарья и Иван приехали в Иславское из Москвы. Любовь к истории привела их сначала в клуб «Ротосвязи», а затем уже и в ЗАГС. Такую необычную специализацию реконструкторы выбрали неспроста. В пехоту девушек не берут, а внести свой вклад в победу над фашистами хочется. Технические проблемы связисты решили быстро. Провода проложены, связь установлена. Кипит работа и у артиллеристов. Миномет приведен в боевое положение. Самое время распределить задачи. Кто у нас? Кто? Я наводчик. Я подносчик. Я снарядник. Чудесно. В роли артиллеристов представители Власихинского военно-патриотического клуба «Илья Муромец». Их боевая задача – накрыть минометным огнем позиции фашистов. Учитель истории Спротвино и руководитель ВПК разведрота Дмитрий Дериенко контролирует установку орудия. Этот миномет найден в боях под Сербху применялся. Но колеса немножко более поздние. То есть умирали уже с разных источников. А неподалеку к бою готовятся захватчики. Маузер 98К. Немецких солдат на поле боя в два раза меньше, чем красноармейцев. Но в их распоряжении автомобиль и несколько мотоциклов БМВ Р-7. Боевыми их назвать сложно. Это лишь копии. Роль у мотоцикла вообще на войне была для перевозки пулеметных расчетов и для разведки местности. Также прикрытие, опять же, пулеметом перевозимым каких-то там штабных машин и так далее. То есть на марше. А что вот это за мотоцикл? Как он называется? БМВ Р-71. В реконструкции одного из эпизодов битвы за Москву приняли участие более 200 человек из 50 военно-патриотических клубов не только России, но и Белоруссии. Перед тем, как переместиться к месту сражения, все желающие приняли участие в митинге у памятника павшим воинам. Меня радует, что такое количество людей пришли сегодня сюда, несмотря на погоду, привели своих маленьких детей. И дети задают вопросы. Мам, пап, а что здесь произошло? А почему цветы возлагают? А почему музыка такая звучит? Это же такая очень серьезная, содержательная работа в голове детей. Второй момент, что очень важно, что взрослые не забывают об этом. Реконструкция нам позволит с вами увидеть масштаб, всю трагедию и величие той знаковой битвы для нашей страны. Позволит нам окунуться в атмосферу тех дней и прочувствовать, еще раз прочувствовать то, что происходило здесь, в двух километрах от линии фронта 77 лет назад. После возложения цветов участники военно-мемориального мероприятия переместились к месту реконструкции. Им предстояло погрузить собравшихся в события зимы 1941 года, когда только-только забрежжил рассвет победы. Подарив надежду миру, фашизм будет побежден. Зрители рассвета победы то волновались за жизнь красноармейцев, то посылали их в атаку и, не скрывая чувств, радовались первой большой победе советских войск в битве под Москвой. Здесь в полях под Москвой последние исторические исследования опубликованы, они показывают, что по соотношению сил наших войск и немецких, это было самое массовое сражение человеческой истории. По общему соотношению сил, задействованных в этом сражении. Здесь лишь маленький эпизод. Люди должны знать, что все, что сейчас происходит, происходит потому, что когда-то, давно-давно, их бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки сказали решительное «нет» захватчикам, которые сюда пришли. И вот то, что мы делаем каждый год, это как раз такое обращение к людям, которым, может быть, на истории не всегда есть время, вот мы в такой форме им напоминаем. И, соответственно, дальше уже, конечно, было бы здорово, если бы они обратились к истории своей семьи. Потому что, например, ребята, они приезжали сюда месяц, готовили окопы, копали. Для многих зрителей реконструкция эпизода боя в Иславском уже хорошая традиция. Окунуться в прошлое они приезжают из разных районов Подмосковья и городов России. А организаторы признаются, растущий с каждым годом интерес к истории – один из главных показателей их успеха. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».